Добрый день, друзья и подписчики канала. Гриша из Brisbane, Австралии с очередным видео, где всё ведётся без монтажа, без редактирования и говорим только о правде. Я создал недавно видео насчёт Австралии и как сюда попасть, и был несколько отзывов, и одно из них было рассказать о культуре и рассказать об аборигенах. Я думаю, что и о том и другом в одном видео рассказать не получится, да я думаю, в принципе, в целом рассказать не получится, потому что исторически так сложилось, что Австралия была страна, которая постоянно менялась, и нету так называемого местного населения. Сейчас быстренько расскажу. Дело в том, что до момента, пока голландцы, потом англичане попали в Австралию, тут жили так называемые аборигены. Аборигены — это местные жители, и аборигены не были, как в нашем представлении, местное население. Они жили группами, у каждой группы была своя земля, и каждая группа говорила, в принципе, на своём языке. И когда появились так называемые белые люди, произошло очень много конфликтов, и до сих пор, до сегодняшнего дня, так называемые белые люди не могут интегрироваться с аборигенами, потому что мы не живём их образом жизни, и мы не понимаем, как их общество складывалось. Я об этом расскажу немножко попозже, а сейчас хочу затронуть, почему в Австралии, как таковой, нету культуры австралийской. Дело в том, что Австралия была страна, где было довольно-таки много потоков разной эмиграции. Я в истории не силён, но есть вещи, которые нельзя упустить. То есть была Вторая мировая война, где был поток довольно-таки большой из Германии, и даже из так называемой России. Вот. Потом был поток очень большой из Китая. Было несколько потоков из Китая. Где-то в 70-х был громаднейший поток, не в 70-х, по-моему, даже несколько потоков было. Из Италии. И настолько был сильный поток, что, как и китайцы, как и все остальные большие потоки, итальянцы, жили в своей, как бы, среде внутри Австралии, и очень долго не могли интегрироваться. Таким образом, из тех потоков, которые я знаю, был большой поток из Вьетнама, из Китая, из Италии. После Второй мировой войны и до Второй мировой войны было очень много из Германии. И сейчас, скорее всего, очень большой поток так называемых иммигрантов, беженцев войны. И, допустим, 10-15 лет назад был Ливан, Сирия. Очень много людей, которые мигрируют по финансовым соображениям. То есть, когда в Китае начала развиваться экономика, очень много довольно-таки богатых китайцев переехало жить в Австралию. И поэтому та культура, которая складывается внутри Австралии, это культура культур. Нет такого, что... Да, в Австралии говорят на английском языке. И очень много привито именно из английской среды, именно из самой Англии. Но это закон, это законодательство. И, подводя все под одну черту, мы, в принципе, все под этим английским влиянием. Но есть громадные чуть ли не районы, где фактически можно не услышать английского. Допустим, китайские районы. И особенно азиатам очень тяжело, я думаю, интригировать в так называемую английскую среду, потому что культура абсолютно другая. и берет, я думаю, несколько поколений, чтобы стать коренным австралийцем. Хотя вот если посмотреть, первая эмиграция из Китая, они ведут себя как австралийцы, и все. То есть нет такого, что страна разделена. Но это не страна, в которой, можно сказать, вот эта культура, которая зарождалась веками. Такого нет. Это современная жизнь, да? Давайте перейдем немножко обратно к проблеме с аборигенами. С аборигенами было несколько проблем. Первое, когда сюда попали так называемые белые, они пытались интегрировать, не было никакого насильствия. Но из-за того, что аборигены жили совершенно другим стилем жизни, а что такое совершенно другой стиль жизни? У них не было религии. Они верили в законы природы. У них не было иерархии, и до сих пор белые люди этого не понимают. Нет такого понятия, вот как говорят русские, русские, извиняюсь, австралийцы придумали, что вот если выбрать самого главного аборигена, он сможет общаться со своими людьми, чтобы мы могли как-то вместе жить. И вот они выбирают главного и пытаются общаться. Нет у них главного. У них общество плоское, у каждого есть своя работа, своя обязанность, и у них нет структуры, по которой вот как мы видим жизнь. Я начальник твой, ты начальник мой, его структура такая, что кто-то за кого-то ответственный. Они работают сообща, они работают на какое-то общее благо, и не такое понятие, это мое, это твое. То есть они делятся всем, и они фактически ничего не ценят. То есть грубо говоря, если пойти дать аборигину, допустим, или денег, или дом, можно найти, что он потратит деньги, и развалит дом, потому что он не понимает сути, как вот накопление, допустим, блага или что-то такое. Нет у них такого. Вот. И до сих пор, до сих пор, вот это непонимание между так называемыми коренными аборигенами и белыми австралицами, оно существует. Правительство очень довольно-таки проводит много работы, чтобы и с аборигенами, и с белыми, чтобы... Не с белыми, а именно с австралицами, чтобы этих проблем стало меньше. Но время от времени они появляются по многим причинам. Я думаю, по социальным причинам, потому что до того, как люди с других континентов в Палеоастралии аборигены не знали фактически алкоголя, вот, у них проблемы с алкоголем, они не могут нормально перерабатывать алкоголь, и это целая кризисная проблема с алкоголем у них, и коренные аборигены, которые до сих пор остались на северной территории, вся северная территория запрещен ввоз алкоголя туда. То есть, очень сильно строго с этим. Те аборигены, которые просочились обратно, живут как бы в нормальном обществе, они либо поднимаются вверх и приспосабливаются к тому обществу, которое мы создали, либо, к сожалению, являются бездомным и не адаптируются, и это является проблемой. То есть, я думаю, что половина или больше даже бездомных, которые видно на улице, они будут какой-то частью либо наполовину абориген, либо полностью абориген. Вот. Чем же они занимались, когда этот вот, жили в своей среде? Если честно, немногим, но у них жизнь была довольно-таки интересная в плане творчества. То есть, из-за того, что они никогда не боролись за быть больше, лучше, то, чего мы добиваемся в жизни, они занимались очень много искусством. Они очень много занимались, у них песни, музыка, рисование, как на камнях, так и на этих вот, и на, и на, как бы, плакатах. Вот. У них своеобразная музыка, которую можно любить, может, нет, но они очень гордятся. Вот. И для пищи и всего остального они, как бы, охотились на то, что было вокруг. И вот, вот таким вот образом, как бы, они... Сейчас, конечно, все поменялось, потому что очень тяжело соблюдать такой образ жизни, когда вокруг есть много чего, что люди могут принести и дать. то есть они не уходят от своих традиций, но не прививаются к современным. И это, это можно сказать, что является проблемой Австралии. Это не проблема расизма, это проблема несовместимости между одно, одним, как бы, стилем жизни и другим стилем жизни. Вот. Чем живет Австралия? Я думаю, тем, чем и другие страны. То есть в каждом городе есть свой бизнес-центр. Я думаю, что бизнес в самом мире фактически одинаковый. В Австралии экономика в основном базируется на туризме и полезных ископаемых, хотя есть немножко производства. Вот. Я думаю, что природа вот красивая, но природа абсолютно другая. То есть я как человек европейский, мне не хватает то, с чем я вырос. Но, если честно, вот это вот тропические места и тропические джунгли являются тоже красотой, своеобразной. И в Австралии этого много. Я думаю, что турист, который сюда приезжает, если можно выделить от 3 до 6 месяцев путешествия по всей Австралии, минуя все большие города, можно увидеть чуть ли не через каждые 100 километров абсолютно другую Австралию. то есть мы говорим сверху, где полные тропики, где экватор, до низа, где фактически мы близко к Артике и совершенно другой климат. То есть Австралия интересно, в Австралии посередине пустыня. Австралийская земля очень насыщена металлом, особенно железом, и поэтому фактически вся пустыня оранжевая. Из того, что дожди и этот вот и железо как минерал окисляется, то в принципе земля, почва в Австралии красная. То есть всегда, когда вы видите, скорее всего, какую-то картинку об Австралии, если это не океаны, джунгли, то это будет чуть ли не темно-оранжевая как бы пустыня. Это то, что в середине. По краям, конечно, ближе к океану везде больше растительности, больше людей и всякие мегаполисы. Вот такой вот, такая вот небольшая история об Австралии. Не знаю, удовлетворил ли я тех, кто задавал вопросы, но задавать еще больше. Буду рассказывать, что знаю. Некоторые вещи можно даже поспекулировать, если хочется. Для этого я веду этот как бы журнал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь, я выкладываю видео на разные темы. И также нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить все эти видео, которые я выпускаю. Большое спасибо за просмотр. До следующего раза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok